Новая угроза в Прикарпатском Калуше. Почти половина домов здесь построены над заброшенными солевыми шахтами и пустотами. Сейчас многие здания стали проседать и осыпаться. Виной всему грузовой транспорт, который проезжает по городским улицам и создает сильные вибрации. Как уберечь дома, выясняли мои коллеги. Валерий Кирстя рассказывает, его дом трещит по швам. Фундамент начал резко проседать в прошлом году, когда отремонтировали дорогу и мост. Сюда хлынул весь грузовой и габаритный транспорт. Там есть трещина, на ней был маяк. Той маяк разъяснился, отпал. Фундамент трещит, так я сам с той стороны. Когда машины тут в воскогрузе ездят, то у нас в ходуном ходе посуда укрепится. От интенсивного движения рушится и дом Ольги Дмитриевны. Когда машины едут по дороге, то здесь ссыпется цегла. Цегла ссыпется, падает. И не дай бог, вот она, не дай бог, чтобы кто еще тот час проходил и цегла по голове. Почти все дома на этой улице стоят на территории заброшенных соляных шахт. Из-за вибраций строения в любой момент могут уйти под землю. Мы можем провалиться, потому что тут под нами пустоты. Мы тоже боимся. У нас дети, внуки, правнуки. Над пустотами проходит и отремонтированный мост с дорогой. Это хорошо видно на карте горных работ, которые когда-то здесь велись. Над запрошенными шахтами стоит почти половина домов Калуша. И обвалы здесь не редкость. Только на этой улице под землю уже ушли шесть домов. Со дня на день может провалиться еще один. На конце улицы Витовського там в золе провалился под дамит. С материалами, под землю, 8 метров под землю. Люди не раз просили городские власти и полицию хотя бы запретить въезд грузовикам по этой улице. Правоохранители даже штрафовали водителей. Понимаете, этот штраф 250 гривен не сильно впливает на водителя. Он платит и едет дальше по той улице и не обратится увагу. Будем проводить больше разъяснение работы, спілкуваться с водителями. Но я думаю, что ситуация на выправе. Перекрытием отдельных улиц решить проблему кардинально не удастся. Считают в мэрии. Ведь в зоне риска и другие районы города. В 2010-м Калуш признан зоной чрезвычайной ситуации. Сейчас более 600 семей проживают на территории, где проседает почва. Единственный выход – убрать транспорт из города, то есть построить объездную дорогу. Денег на это у города нет. Мы уже обратились и до центральных органов влади, обратились и до области про включение нас до государственного фонда. Вроде уже 2-го года область нас в этом вопрос не требует. У нас есть проект, который мы получили свои деньги. На сегодняшний день партия из проекта – это 54 миллиона гривен. Чтобы получить эти средства из госбюджета, областные чиновники должны были подать запрос в Киев. Но, похоже, и в нынешнем году этот вопрос не оказался среди первоочередных. Вячеслав Якифоров, Жанна Дучак, Зиновий Автонас. Подробности – телеканал Интер, Ивано-Франковская область.